Про день космонавтики. Ребят, в день космонавтики надо напоминать тем, что помимо Гагарина, который полетел в космос, что несомненно, конечно, великое достижение, и для этого требовалось большое мужество, но был такой человек Сергей Королев. Это, собственно, инженер-конструктор, который руководил полетом Гагарина в космос. И давайте вспоминать, что советский режим в 1938 году Сергея Королева приговорил к 10 годам лагерей, отправив на Колыму, в самый натуральный ад, где Сергей Королев чудом выжил, заболел цингой, был в шаге от смерти. После этого только в 1957 году, через 19 лет, его реабилитировали за отсутствием состава преступления, то есть просто признав, что это было ни за что. Это было просто так. Ему в ходе допросов сломали обе челюсти, его пытали, а потом в 1957 году его реабилитировали, и в 1961 он отправил Гагарина в космос. Так что день космонавтики в России — это не только день великой победы человечества над гравитацией и так далее, не просто скачок вперед, это еще и напоминание о том, как многое делалось вопреки этому абсолютно человеконенавистническому режиму, и что единственное, в чем повезло человечеству, это то, что эта абсолютно кровавая машина не смогла перемолоть в фарш Сергея Королева. Потому что Гагаринах можно сделать, для этого нужно большое личное мужество, и все. А королевы рождаются раз в поколение, это большая ценность, большая редкость, и, к сожалению, советская власть ненавидела любых людей, которые выбивались из коллективного сознания. Советская власть была в принципе не про индивидуализм, это коллективизм. И надо напоминать, что все это — день, который мы можем отметить, что кровавая машина Советского Союза просто не смогла доломать человека, который попал на ее жернова. Субтитры создавал DimaTorzok